Почему люди не летают как птицы? В поиске ответа на этот вопрос на протяжении многих веков заставляли тысячи людей строить самые необычные летательные аппараты и разбиваться о скалы в прямом и переносном смысле. Таким был и наш герой. Ради покорения неба успешному коммерсанту пришлось в 40 лет бросить торговлю лесом и заняться новым для себя делом – воздухоплаванием. Давид Шварц родился в 1852 году в Австрийской империи. Будучи предпринимателем, он не получил никакого технического образования, но с детства увлекался механикой и мечтал построить управляемый, в отличие от воздушного шара, летательный аппарат. С самого начала Шварц решил, что воздушное судно нужно строить из алюминия – материала прочного, но легкого, который в конце 19 века только набирал свою популярность. Деньги на свою идею новоявленный воздухоплаватель нашел в России, где всегда любили иностранцев-изобретателей. В 1894 году под Петербургом Шварц потерпел первую неудачу. То ли обшивка алюминиевого каркаса была плохая, то ли в сам проект закралась ошибка. 47-метровый дирижабль не то чтобы поднять воздух, его водородом заполнить не смогли. Царское правительство с Давидом Шварцем рассчиталось, но проект закрыло. И воплощать в жизнь свою мечту Шварц отправился в Германию. Здесь он смог найти компаньона. Карл Берг, занимавшийся в том числе и производством алюминиевых изделий, вложил в проект крупную сумму денег, надеясь окупить все затраты в будущем. На его предприятиях были произведены все детали для летающей машины. Помня о своей неудаче в России, Шварц внес в конструкцию изменения. Он первым в мире создал классическую схему жесткого дирижабля. Каркас, состоящий из продольно-поперечного набора, стрингеров и шпангоутов, к которому крепилась алюминиевая обшивка. Форма оболочки была цилиндрической. С одной стороны она оканчивалась конусом, с другой была скруглена. Журналистам она напоминала карандаш, а военные считали ее похожей на артиллерийский снаряд. Но без поддержки правительства рассчитывать на скорое окончание работ не приходилось, а бюрократы не торопились давать деньги на проект, успешность которого была под вопросом. В очередной раз, уезжая из родного Загреба в Берлин, он в сердцах сказал жене «Они не верят мне, но поверят после моей смерти». Изобретатель оказался почти прав. Чиновники правительства Вильгельма II все же дали ему необходимые средства. Новость об этом застала его по дороге к месту испытаний управляемого воздушного судна. Радость Шварца была так велика, что организм его не выдержал. Он скончался от сердечного приступа. А дирижабль Шварца все-таки смог подняться в воздух спустя несколько месяцев после кончины его изобретателя. 3 ноября алюминиевое воздушное судно смогло набрать скорость 25 км в час и достигнуть высоты в 460 метров. Но слетевший передаточный ремень привел к крушению и практически полному уничтожению аппарата. В толпе зрителей и журналистов был и Фердинанд фон Цепелин, уже не раз пытавшийся запатентовать идею жесткого дирижабля. Оценив преимущество конструкции Шварца, он в 1898 году купил у его вдовы Мелани все чертежи за 15 тысяч марок. Так имя изобретателя дирижабля Давида Шварца ушло в историю, а подобные воздушные суда на долгие годы стали именоваться Цепелинами. Субтитры сделал DimaTorzok